Третья книга царств, глава двадцать вторая. Прошли три года, и не было войны между Сирией и Израилем. На третий год Иосафат царь Иудейский пошел к царю Израильскому, и сказал царь Израильский слугам своим, — Знаете ли, что Ромов Галацкий наш? А мы так долго молчим и не берем его из руки царя Сирийского. И сказал он Иосафату, — Пойдешь ли ты со мной на войну против Ромова Галацкого? И сказал Иосафат царю Израильскому, — Как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так и мои кони. И сказал Иосафат царю Израильскому, — Спроси сегодня, что скажет Господь. И собрал царь Израильский пророков, около четырехсот человек, и сказал им, — Идти ли мне войной на Ромов Галацкий или нет? Они сказали, — Иди, Господь предаст его в руки царя. И сказал Иосафат, — Нет ли здесь еще пророка Господня, чтобы нам вопросить через него Господа? И сказал царь Израильский Иосафату, — Есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его, ибо он не пророчествует о мне доброго, а только худое. И сказал Иосафат, — Не говори, царь, так. И позвал царь Израильский одного евнуха и сказал, — Сходи поскорее за Михеем, сыном Иемвлая. Царь Израильский и Иосафат, царь Иудейский, сидели каждый на седалище своем, одетые в царские одежды, на площади у ворот Самарии, и все пророки пророчествовали перед ними. И сделал себе сидекие сын Ханааны железные рога, и сказал, — Так, говорит Господь, сими рогами избадешь сирьян до истребления их. И все пророки пророчествовали тоже, говоря, — Иди на ромов галацкий, будет успех, Господь предаст его в руки царя. Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему, — Вот речи пророков единогласно предвещают царю добрые. Пусть бы и твое слово было согласно со словом каждого из них. Из реки и ты добрые. И сказал Михей, — Жив Господь, я изреку только то, что скажет мне Господь. И пришел он к царю. Царь сказал ему, — Михей, идти ли нам войной на ромов галацкий или нет? И сказал тот ему, — Иди, будет успех, Господь предаст его в руку царя. И сказал ему царь, — Еще и еще заклинаю тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины во имя Господа. И сказал тогда он, — Я вижу всех израильтян, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря. И сказал Господь, — Нет у них начальника, пусть возвращаются с миром каждый в свой дом. И сказал царь израильский Есофату, — Не говорил ли я тебе, что он не пророчествует о мне доброго, а только худое? И сказал Михей, — Выслушай слово Господне. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло при нем по правую и по левую руку его. И сказал Господь, — Кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в ромове галацком? И один говорил так, другой говорил иначе, и выступил один дух, стал пред лицом Господа и сказал, — Я склоню его. И сказал ему Господь, — Чем? Он сказал, — Я выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его. Господь сказал, — Ты склонишь его и выполнишь это. Пойди и сделай так. И вот теперь попустил Господь духа лживого в уста всех сих пророков твоих. Но Господь изрек о тебе недоброе. И подошел Сидекия, сын Ханааны, и, ударив Михея по щеке, сказал, — Как? Неужели от меня отошел дух Господень, чтобы говорить в тебе? И сказал Михей, — Вот ты увидишь это в тот день, когда будешь бегать из одной комнаты в другую, чтобы укрыться. И сказал царь израильский, — Возьмите Михея и отведите его к Амону-граноначальнику и к Юасу-сыну царя. И скажите, — Так, — говорит царь, — Посадите этого в темницу и кормите его скудно хлебом и скудной водой, доколе я не возвращусь в мире. И сказал Михей, — Если возвратишься в мире, то не Господь говорил через меня. И сказал, — Слушай весь народ. И пошел царь израильский и Иосафат, царь иудейский, к рамову галатскому. И сказал царь израильский Иосафату, — Я переоденусь и вступлю в сражение, а ты надень твои царские одежды. И переоделся царь израильский и вступил в сражение. Сирийский царь повелел начальникам колесниц, которых у него было тридцать два, сказав, — Не сражайтесь ни с малым, ни с великим, а только с одним царем израильским. Начальники колесниц, увидев Иосафата, подумали, — Верно, это царь израильский. И поворотили на него, чтобы сразиться с ним. И закричал Иосафат. Начальники колесниц, видя, что это не израильский царь, поверотили от него. А один человек случайно натянул лук и ранил царя израильского сквозь швы лад. И сказал тот своему вознице, — Поверни назад и вывези меня из войска, ибо я ранен. Но сражение в тот день усилилось, и царь стоял на колеснице против сириян, и вечером умер. И кровь из раны лилась в колесницу. И провозглашено было по всему стану при захождении солнца. Каждый иди в свой город, каждый в свою землю. И умер царь, и привезен был в Самарию, и похоронили царя в Самарии. И обмыли колесницу на пруде самарийском, и псы лизали кровь его, и омывали блудницы по слову Господа, которое он изрек. Прочие дела Ахава, все, что он делал, и дом, и слоновой кости, которую он построил, и все города, которые он строил, описаны в летописи царей израильских. И почил Ахав с отцами своими, и воцарился Охозия, сын его, вместо него. Иосафат, сын Асы, воцарился над Иудеей в четвертый год Ахава, царя израильского. Тридцати пяти лет был Иосафат, когда воцарился, и двадцать пять лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Азува, дочь Саллаиля. Он ходил во всем путем отца своего Асы, не сходил с него, делая угодное пред очами господними. Только высоты не были отменены, народ еще совершал жертвы и курение на высотах. Иосафат заключил мир с царем израильским. Прочие дела Иосафата и подвиги его, какие он совершил и как он воевал, описаны в летописи царей иудейских. И остатки блудников, которые остались во дни отца его Асы, он истребил с земли. В Идумеи тогда не было царя, был наместник царский. Иосафат сделал корабли на море, чтобы ходить в Афир за золотом, но они не дошли, ибо разбились в Ецеон-Гавере. Тогда сказал Охозия сын Ахава Иосафату, — Пусть мои слуги пойдут с твоими слугами на кораблях. Но Иосафат не согласился. И почил Иосафат с отцами своими, и был погребен с отцами своими в городе Давида отца своего. И воцарился Иорам, сын его вместо него. Охозия сын Ахава воцарился над Израилем в Самарии в семнадцатый год Иосафата царя иудейского, и царствовал над Израилем два года. И делал неугодное пред отчами Господа, и ходил путем отца своего, и путем матери своей, и путем Иерваама, сына Наватого, который ввел Израиля в грех. Он служил Ваалу, и поклонялся ему, и прогневал Господа Бога Израилева всем тем, что делал отец его. Субтитры подогнал «Симон»